Казалось бы, Рубена Вартаняна уже использовала Москва как презерватив и выкинула в сторону, но Рубен Вартанян и его сторонники, они настолько шокированы тем, что произошло, да, а для них это неожиданно, они настолько возмущены и злобны, что выдумывают каждый божий день и в первую очередь сам Рубен Вартанян для того, чтобы оправдать свою ничтожность, выдумывает то, чего нет в природе. Поэтому я сегодня не буду говорить, что я слышал это там, я слышал это сям, да, я буду говорить то, что действительно произошло, то, что является стопроцентной правдой, для того, чтобы те, кто смотрит мои эфиры и в ютуб-каналах, и в фейсбуке, чтобы вы точно понимали, что произошло. И я, конечно, знаю, что окружение Рубена Вартаняна, его сестра, например, смотрит меня с левой анкеты, его родственники, они обязательно донесут этот эфир. Пожалуйста, передайте Рубену Вартаняну, что у всего есть предел, да, и у вранья тоже есть предел. То есть нельзя врать бесконечно и безнаказанно, да, почему? Потому что если кто-то думает, что правда, она слабее, чем вранье, то он ошибается. И в первую очередь ошибается Рубен Вартанян. Господин Рубен Вартанян последние сутки распространяет грязные сплетни про то, что якобы он ушел со своего поста из-за давления Европы и из-за давления Еревана. Вот когда человек ничтожество, да, я считаю Рубена Вартаняна ничтожеством, то ему стыдно сказать, а Рубену Вартаняну стыдно сказать, что он был использован как презерватив. И использован он был как презерватив Москвой. Мы с вами помним, что некоторое время тому назад господин Рубен Вартанян тайно уехал из Карабаха, так же, как и Арайка Арутюнян, уехал и потом вернулся в Карабах. У меня есть абсолютно точная информация из Степана Керта, что Рубена Вартаняна вызвали в Москву, и Рубена Вартаняна сняла с его должности Москва. Я напомню всем моим зрителям и слушателям, и даю вам точную информацию, что ни разу за все полгода нахождения Рубена Вартаняна в Карабахе Ереван не давал никаких указаний по поводу персонажа по имени Рубен Вартанян. Вы, Рубен Вартанян, вы хотите на вранье себе набрать голосов. Мало того, что очень много фейковых страниц вас лайкает, пишет о вас добрые слова, а я даю всем точную информацию, что у Рубена Вартаняна в интернете есть не только много телеграм-каналов, но и фальшивых страниц, которые лайкают его посты и пишут ему добрые комментарии. Это точная информация. И то, что Рубен Вартанян пользуется этим позорным инструментом, в этом нет ничего удивительного, потому что когда за человеком стоят российские спецслужбы, а я напомню, что Россия всегда использует левые страницы, фейки, боты, бота-фермы, то да, Рубена Вартаняна в том числе поддерживают российские бота-фермы. И я говорю вам в лицо, господин Рубен Вартанян, что вы и как человек, и как политик, и как даже банкир, финансист, вы настолько ничтожны, что вы используете бота-фермы, чтобы создавать ощущение в социальных сетях, что вас очень много армян поддерживают. Я, как человек, который отлично разбирается в интернете, готов отвечать перед судом, что половина страниц, которые лайкают Рубена Вартаняна, это левые страницы, которые мы скриншотим, и это не может быть случайностью, что столько левых анкет лайкают Рубена Вартаняна. Но это черт с ним. Господин Рубен Вартанян, почему вы не рассказываете жителям Карабаха, зачем вы уезжали из Карабаха? Вот давайте все вместе, вместе с карабахцами зададим вопрос Рубену Вартаняну, почему вы не рассказываете жителям Степанакерта, а куда вы уезжали в Москву из Карабаха? Если карабахцы находятся в блокаде, вы, Рубен Вартаняна, вы как покинули Карабах? А я расскажу, я расскажу, как Рубен Вартанян покинул Карабах. Господин Рубен Вартанян перемещался в Степанакерте из одной точки в другую точку. Условно говоря, из своего здания он на легковой машине перебросился в ту точку, где стоят КамАЗы, той стороны, которая притворяется миротворцами. Далее господин Рубен Вартанян сел в грузовик российских миротворцев. Напомню, что там были установлены специальные скамейки, на которые сел Рубен Вартанян. И из Степанакерта до Гориса он ехал в грузовике, куда завалили мешки с грязным бельем, да, и с тем, что должны были якобы утилизировать. Я напомню, там были в том числе мешки с нижним бельем российских миротворцев, с постельным бельем. Можете себе представить, чтобы человек, у которого состояние почти 1 миллиард долларов, нюхал 2 часа трусы российских миротворцев и ехал из Степанакерта до Гориса, нюхая трусы российских миротворцев, и этот запах мочи, да, и вони, использованных простыней, которые он 2 часа терпел. То есть человек упал ниже плинтуса. Я не могу себе представить, чтобы сам Вэл Карапетя согласился сидеть в грузовике, где идет вонь от российских трусов. Я не могу себе представить, чтобы на это согласился Камуавагумян. Ну, я не могу представить. Но вот от Рубена Вартаняна, конечно, наверное, никто этого не ждал. И пусть Рубен Вартанян выйдет в эфир и скажет, что я говорю неправду. Продолжение следует...